Субтитры создавал DimaTorzok А кто из нее пит, тому на здоровье, а хваля Бога своего Господаря Великого Кня. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok То есть певческий голос. Если задача филолога, то есть фонетика, описание человеческого голоса, скажем, описание форматных зон, то есть каким образом формируется голосовая связка звук. Если задача оперного певца уметь пользоваться своим голосовым аппаратом, то задача скрипичного мастера сформировать этот акустический аппарат, чтобы для солиста, для музыканта это было как его родная голосовая связка. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Потому что все остальные, насколько я знаю, инструменты, клавирные, рояли, пианино, духовые инструменты, из чего бы они ни были сделаны, из дерева, из многих компонентов, сейчас гораздо качественнее и лучше. Только струнные смачковые инструменты считаются непревзойденными инструментами 18 века. Человек со свежим ухом, как мне кажется, адекватно оценивающий то, что доносится в зал, он сразу слышит, что тембр итальянский, он очень милый, он серебристый, действительно очень красивый. Но его невозможно сравнивать со скрипкой вот с этой. Не потому что там это лучше или хуже, это гораздо шире. Как-то это автоматически получилось, что я всегда очень внимательно слушал, как бы в речи, как в музыке, как везде, она не так банальна, как нам кажется. Как бы в смысле, вот не в смысле смысла, потому что смыслы все исчерпаны уже давно. Есть так называемый эффект Маугли. Вот вы купили компьютер, это пока что ничего, это железо. Загрузили туда программное обеспечение, вы активировали процессор, он работает. Ровно то же самое происходит с человеком, но в более жестком варианте. То есть, если в человека не загрузить речь, до где-то приблизительно до 8-9 лет, все. У него сознание просто не появляется. То есть речь активирует сознание, речь делает человек человеком. Это программное обеспечение. То же самое, видимо, и в скрипке. Когда ты делаешь ее от начала до конца, ты чувствуешь уже потом ее в конце концов руками, даже не измеряя там эти микронные миллиметры толщины все. И ты понимаешь, что может быть даже ты где-то нарушаешь общее правило. Там приклеишь не так, или я уж не знаю, я извиняюсь, я небольшой дока в этом. Но ты чувствуешь, как это нужно сделать. Доктор субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Клей осетровый, не абы какой, рыбий, не абы какой рыбы, а осетровый. Вот тут, видите, склеена эта фуга, если пытаться ее сломать, ломаться будет в любом другом месте, только не посклеить. Ну, если грамотно склеить, конечно, и на свежем клее, то есть, как бы, и в Агдете сильнее, чем силы, которые удерживают дерево. Если с детства запугались страшной букой, навсегда запомнишь встречу с азбукой, Собирая по складам бук, вы растаете, когда служитель Буки, неизвестный сокол рассуждает о высоком. Открывая книгу, книгу, бебель, отечный каталог, И между книжных полок за полководцем дорога. Ночным кошмаром для скрипичного мастера это, конечно, зуд. Вот тут как раз все так сложилось, что, а, кстати, вот вам крест. Это не выдумано. Моему другу на даче в ухо муха залетела, и трое суток там жила. Он ее даже назвал Васей, я уж не помню. И вот первый раз, когда я увидел это, в смысле, как это, он подходит, Сережа поделил, и говорит, смотри, и так, а, вот, и смотрите. Вот именно это и происходило. И муха начинала жужжать у него в ухе. Чего потом было, я, честно, вот тут точно не помню, что. Ну, тут-то, тут-то понятно, как бы, откуда этот зуд, говорит, что это вот такая, вот она, видите? Вот такая штучка, которая должна быть под подставкой прыгать. А иногда это действительно ужасом бывает, потому что это же все резонаторы. И вот этот перезвон, непонятно где, где, где это место, как слышится здесь, а на самом деле где-нибудь там будет отклеено или что-то там, капель какая-то в другом месте. Так. Ну, тут глазок прорезался у нас уже, тут еще прорезался. Ну, уже что-то на голову похожее. Завиток. По сути дела, это точно копируют улитку или раковину. Раковина. То, что развитие этих линий называется логарифметической спиралью. Обозначим. Просьба не повторять за мной, потому что это очень опасно, то, что я сейчас делаю. Стамеска сорвется. Ну, вот такая мне дурная школа. Все на коленях делать. И все так на грани фола. Какой-нибудь немец еще все солидно закрепил верстак. Что тут поделаешь? Давай. Давай. Мысью поделу растекись. Растекись мысью. Растекись мысью. А, да, да. Страшно. Вот такие мыши. Мое подмастерье. Такая мыша моя, да? Мастер говорил, что-то такое, как будто мыша нагрызла ночью. В скрипке должна быть мысль присутствует, понимаете? Я строю верхнюю деку на ми, а нижнюю на соль. Ми и соль. Вот такая вот. Ответственная задача – грамотно сделать своды. Это своды. Скрипичные называются. А как эти своды сделать? Нам подскажет вода. Поведает, скажем так. Просто. Мы берем воду. Вот одна капелька – это как нижний полуваловал скрипки. И вторая капелька – как верхний полуваловал. Сейчас она сама сойдется. Оп! Оп! Вот. В этом схождение и вся суть. Она и показывает идеал, каким должен быть свод. Ну, просто верхняя дека – это немного вот туда, когда утечет чуточку это. А нижняя дека – наоборот. с наплывом, как бы с таким. В соответствии с тем, что мы все видели, будем все это и добиваться. Вот так вот, потихонечку. Движение этой цикли – это ничто. В смысле, это невозможно засечь ни взглядом, ни какими приборами. И поэтому, что чувствует в этот момент рука? Почему в какой-то момент, в каком-то месте свода, вот, вот, совершенно явное ощущение какой-то, какой-то неправильности? Я это не могу объяснить, ну, спаси рационально. Ну, и оставить так не могу. То есть, вот, ну, кладешь его, ну, как же, ну, какой же это свод, если вот-вот совершенно явно, что вот в этом месте что-то вот-вот, что-то мешается. Берешь циклю, раз-раз-раз как-то, сама же рука это и делает, уже все, мозг отключился. Понимаешь? Что-то рапа, о, все, и все. Вот, действительно, как будто ты гладишь вот ту самую воду. Вот, кстати говоря, все традиции потеряны. Как надо, ну, тут мелковато, а то бы я показал. Как надо прыгать через костер? Через костер нужно прыгать через костер в реку. Ты зря смеешься. Потому что у нас слово «огонь» — «крес». То есть, ну, вот, зажигалка, кресало. «Крес» — одновременно жизнь, воскресение. Ну, «крест» или «крес» — это не важно. Даже на немецком «крес» и есть «крест». То есть, крещение — это умовение, очищение. В этом смысле слово «крещ», то есть «к» — это приставка. «Ко-рещ», то есть «ко», ну, «печь», «печь», «пещ», да? То есть «ко-речи», «кречки». Вот. И поэтому понятно, что через крест и речь. Как бы угоденное крещение, люди ее поставили на дедовое. В старину, кстати, река еще называлась «Глаголя». «Остатки волнистого клёна от скрипки». Всегда на помойку выкидываются, как-то рука не поднимается. Вот сжечь что-то благороднее. Глаголя будет глаголить, а все, что от нее осталось, обрезки будут крисоваться. «Ты, товарищ мой, не попомни зла, В стебе том пустом, Сохрани меня». Ябщик, не гони лошадей. Мне некуда больше спешить. Мне некого больше любить. Семь, человек, не гони ложь идей. Вот, и теперь эти набивочки покажу, сколько можно состругивать. Поля, чистые поля по всем краям. И без полна эта страница, эта страна. Это издание, как птица стройка, Где спит эпистоляр. Лишь на полях битвы строча, Шаловливые ручки строча, Короткие фразы, а речь утекла. И надо беречь берега и русло, Где мог бы всех обнимать. Наш общий папка с надписью «Дело». По уши в шляпе, Лишь на полях. Не для печати, а для оценки. Знания эти поля Превращаются в поле в браде. Поля, чистые поля По всем краям. И без полна эта страница, эта страна. Это издание, как птица стройка, Где спит эпистоляр. Лишь на полях битвы. Денис Яровой Когда я беру кусок дерева, Мне хочется забыть все, что я знаю. Я должен вжиться в этот кусок дерева совершенно по-своему. И в данный момент я чувствую, что воображение мое важнее знаний. Например, когда я делал этот инструмент, то есть когда у меня буквально он был в заготовках, то мне сразу представилась весна, блеск, серебро воды. Именно таким инструментом я хотел сделать весеннее. Чтобы в нем звучала весенняя музыка. Яровой, Денис Яровой мой учитель, он строил верхнюю деку в ре, а нижнюю в ми. Я поднял тон и строю сейчас либо ми фа диез, либо ми соль. Вот это сейчас пока ми соль. Вот ми, где-то типа ми, тут чистый тон не нужен, наоборот. И соль. Вот. Это главный инструмент мастера, так сказать. По кремовской традиции никакими шкурками не пользуются, только цикли. Вот и выкладываешь, и все эти делаешь своды, вот так вот, изгибая в какие-то моменты. И как бы слово образование, казалось бы, я хочу обратить внимание на далеко не банальное устройство русского языка. Цикать, цикля. Я могу зубом цикать, могу вот. Цик, 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 цикля. Казалось бы, ну все понятно, что такое цикля. Это вот звукоподражательного цик, цик, цик. А давайте сделаем вот так вот. Цик, цик, цик. Ц это сложный звук. Ц, ц, ц. Т, цик, цик, цик. Это очень часто встречается в языке переворот. Т, с, с, т. С, т, к, ля. Циклили, как стальные ми пластины, точно так, как вы знаете, берется просто кусок стекла, и мы точно так можно циклить. А вот, а что тут нам напишут. Так, стекло считается общеславянским, заимствованным, естественно, господи. Заимствованным из гостских языков, где стиклс, стиклс, кубок, рог для питья. Таким образом, первоначально стекло, сосуд для питья. Ну все же проще, стекать стекло. Вот, кстати, еще по поводу этих переворотов цикля и стекло. Вот, не учитывая этой метатезы, как это можно сказать, переворота, очень часто мы не чувствуем, как это, например, на картах 17-го даже еще века, если не 18-го, нет никакой Анталии в Турции. А есть Наталия, на голландских немецких, на французских Наталии, можно теперь понимать, в чем турки всех наших девушек Наташами называют. Вот, и вот эта метатеза, она всегда будет присутствовать, то есть как, например, там, ну там, так, мэ-фэ, ма-фи-я, мэ-фэ и фэ-мэ, фа-ми-ли-я. И вот, я уж не говорю о полной метатезе, куда ведут дороги ДРГ и ГРД в город. А без этого понимания, так, как слепые котята, говорим. Ну, уже вышел. Вот можно так настроиться на огонь, что пламя пойдет за рукой. Слово у нас есть «идти» или «хот». «Худить». «Ходить» — прошедшее, то есть «хэ-фше» перешло, «прошедшее», но при этом «предшествующее». «Д-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э», «пять запястье». Что делают словаки? «Словакия» произносят через «цест», они просто так ходить не умеют. То есть, они говорят, я пришел, а когда шествие, ну это праздничное, шествие, путешествие, происшествие. Нет, они всегда цестуют. Я подцестовал в магазин с бутылочкой, я прицестовал с бутылочкой. У них они только цестуют. Теперь цест, так сказать, с тянет за собой это самое, и мы имеем уже не цест, а цесс. То есть, процесс. Древнее, древнее латинское процесс. Помните преснопамятное Горбачевское? Процесс пошел. Что пошел? Происходящее происходит. И выясняется очень простая вещь, что в свое время от нас же ушли одни на запад, германцами, романцами стали, одни там чуть южнее хеттами стали, одни еще южнее иранцами стали, еще дальше пошли индусами стали. И вот как только все от нас разошлись, вот тут-то мы и разговорки получились. Это именно так выходит из этих этимологических словарей. Потому что все из латинского, из греческого, из литовского, из польского, из немецкого, из французского, из... Поэтому, конечно, если вы возьмете все вот это, чем забиты от магазина, вам объясняют, что слово «кружка» к слову «круг» не имеет никакого отношения. Вы что, даже забудьте думать об этом. Слово «кружка» имеет отношение к польскому «круц». Точно так, как в языке Древней Руси. О! «Братина» называется. Такой сосуд. Хорошее слово «братина». А чего на ней написано? Написано. А-се-чара-кня-володи-ми-ро-ва-да-вы-до-в-ча. Потом захлестом опять. А-к-то-и-з-не-е-пит. Ну, «ё» не было в церковном славянском. «Тому на здоровье, а хваля Бога своего Господаря Великого князя». Перевод. «А хваля Бога своего, асподина Великого князя». Подождите. Господин – это господин. Господарь – это господарь. Господь – это господь. Государь – это государь. Сударь – это сударь. Зачем-то сказать, если здесь вот просто вот черным по белому или белым по черному написано «господа», «господаря», переводите это как «господину». А, собственно говоря, что здесь написано? «А хваля Бога своего Господаря Великого князя». Это какой такой Бог? Это какого такого Бога я должен хвалить господаря Великого князя? Так это же просто. Нужно, наверное, может какую-нибудь другую братину взять и другую надпись прочитать. А где вы это возьмите-то? Опубликована только одна надпись. В вооруженной палате там, по-моему, десятки этих братин. Ну, это такие они все. Вот эта вот братина, там стоит другая братина. Они все такие вот прям все себе хорошие. Ну, конечно, есть мятые, пробитые, гнутые, там, ржавые и так далее. То есть бесценная информация по истории языка, и это не опубликовано. У нас есть этот академики, вот такие в Академии наук, историки, там, или главные по тарелочкам, главные по языку. Им это неинтересно как? И что это стоит? Это не землю рыть. Это взять, это мыльницу, чик-чик-чик, и завтра это же все в интернете висит. И, пожалуйста, вам специалисты, пожалуйста, вам любители русского языка, исследуйте, изучайте. А иначе мы и то, что есть, потеряем. Вообще, давно можно было догадаться всю эту подставу, там, Платон, Ньютон, там. Он может собственных Платонов и быстрых разумов Ньютонов земля российская рождать. Большинство мне, конечно, нравится историк, как там, Плутарх. Это что-то ленинское такое, да? Архи Плут. Ну да, но только какая разница, где ты Архи скажешь. Архи Мандрит или там Плутарх, или Монарх. Не важно, как у меня здесь история. Поэтому историк Плутарх, это именно то, что есть, по-моему. Люди, как мне кажется, не очень понимают, что есть речь, что есть язык. Мы говорим, слух потерял, нюх потерял, зрение потерял. Как только разговор заходит о речи, мы говорим, потерял дар речи. Дар. И к этому дару нужно относиться предельно, с предельным вниманием. Этот язык не мой, этот язык не мой, этот язык не мой. Потому что главные члены его предложений, или под кем-то лежащие, или легко предсказуемые авторы, степенные члены, дополнившие обстоятельные, между ними не встретишь союза. Между ними сплошь препинание, ой-ой-ой, вырвали грешный мой, ой-ой, грешный язык. Ой-ой-ой, буду теперь безгрешен, ой-ой-ой, этот язык не мой. Потому что морфием накачалась его морфология, и фонетика лишь для фона, но не для этики, растащила по грамму грамматику на матюке, Расклоняла в единый падеж поваленный, ой-ой-ой, вырвали грешный, ой-ой, грешный язык, ой-ой, буду безгрешен, ой-ой, этот язык не мой. Как случилось, что у родной речи появилось чужой наречие? Почему все алфавиты буквы негласные и несогласные? Не мужской и не женский род, род все больше становится пастью, он все ждет, он все-таки ждет. Ждет, что ты преломишь на части, чтобы попробовать на язык вкус твоего страдательного причастия. Ну, по кремонтской традиции, они вообще скрипки делали, как начали написать икону, пишут, поэтому, естественно, вот эти зоны максимальных колебаний называли «святые легкие». Центр назывался «святое сердце Иисуса». Она вроде как перевернута, но на самом деле вот так вот, как бы скрипки растут вот так. То есть, как бы вот здесь был комель, а здесь кроник. Вот. То есть, как Яровой говорил, это представь себе, что настройка деки – это как будто бог и дьявол играют в шахматы. И вот эта дека и есть шахматная доска. То есть, тут даже, можно сказать, несколько сложнее. То есть, что-то передвинул как бы вот эту фигуру, что-то здесь сделал, меняется вся конфигурация в каком-то смысле. Как будто эти все фигуры, еще и ниточка одна связана. В чем суть? Ну, понятно, что эта зона должна поддерживать колебания в большей части басовых струнг, толстых. Это кремонцы называли распределением хора ангелов. То есть, здесь мы должны усадить ангелов с низкими голосами, а здесь ангелов с высокими голосами. То есть, здесь… Вот. Здесь ниже, здесь выше. Здесь должно быть ниже, выше. И так… То есть, равномерное повышение везде должно быть от басового этого легкого до квинтового. У Антонио Стридивария у него всегда секундное повышение. То есть, по полутонам, скажем так. То есть, до, скажем, до диез, ре. Вот это можно добиться только на слух. Потому что на прогиб, вот так, если просто вот развить чувствительность пальца и сравнивать упругости центра, в двух легких этих, то в лучшем случае можно сделать до, ре, ми. То есть, более… Более… Меньше интервала, секунды, они не ловятся уже на чувствительность пальца. А на слух, пожалуйста, можно поймать. Можно сказать, что, как наши вот иконописцы пишут, вот зрительные образы, зрительные образы, так сказать, Царствие Небесное, так, или там, лик Христа, так, скрипичная традиция предполагает, как бы, голос Христа, или голос Неба, такой ангельский голоса. Ангельским голосом поет скрип и чистый. Ну вот, остатки от скриптики сожгли. Да и колода эта своя отработала, конечно. Сколько она ни скрипти сделана. Вся покоцана уже. На Руси иконы, отслужившие свой век, прийти пускали. Пусть мы это. Минули годы, сбыли все пророчества. Вновь я на волны лежу с корабля. Друг мой, отныне мое одиночество, Ух, не разделит тебя от меня. Друг мой, отныне мое одиночество, Ух, не разделит тебя от меня. Субтитры создавал DimaTorzok Так, самое главное, душу сейчас будем вставлять. Пока что она бездушевная. Душа должна идеально быть подогнана. На русском языке душка-душка называется. А на других это какая-то палочка, какая-то пружиночка. Ну, все точно называется. Душа вверх с низом соединяй. 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 По сути дела, отсюда и есть слово «костер». То есть мы сейчас «костер» воспринимаем как нечто горящее. Но ведь известно «сложить дрова костром». То есть древнерусский дэйс, собственно говоря, не такой уж и древнерусский. Костер – это строение, башня. И отсюда уже при оглушении будет костел. Ну вот мой лак. Там основная составляющая – это прополис. То есть как бы все привносится в прополис. Немного сандорак. Сандорак дает такой очень красивый блеск. Потом ладан и мира, и такие мягкие смолы, они чуть-чуть температурный режим стабилизируют. То есть когда он начинает размягчаться, когда он начинает. Эфирное масло розмариновое. Она дает текучесть. И как пластификатор – касторовое масло. По-другому мы это называем наряд. Мы сейчас наряжаем скрипку, защищаем ее. Наряд. Наряженный или там ряженый. Естественно, я сделаю так, чтобы она была ряшливая. Ты знаешь, неряшливо одетая, да? Вот через ш теперь уже это. Д, через ж, через ш. Чтобы она не была неряхой. Чтобы она была вот нарядной. И вот наряд, понятно, от слова «ряд». Неряшливый, неряха, ряженый. Все, понятно. Как только доходит до слова «ряса», то совершенно банальный переход. От чего слово «ряса»? От среднегреческого «рхасон». Че себе? Это может французская «фасон» от среднегреческого «рхасон». Нам как бы совершенно ни к чему это древнегреческий, так сказать, это банальный совершенно законный переход согласных, так сказать, от «дексе» и «ряса» – это тот же самый наряд. Я думаю, что вот такое произведение может, конечно, исполнить только уже человек, ищущий глубины бытия, глубины красоты. Я знаю, что Сергей старается вникать в смыслы слов. Откровенно скажу, что для меня многие его высказывания звучат как возвышенные загадки. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, звучная, яркая, красивая. Не знаю, какая у меня будет возможность играть и вообще позаниматься. Ну, я думаю, ты услышишь ее в совершенно другом качестве. Это инструмент потрясающий, конечно. Лет через 30 эксперты будут смотреть. Это этикет подлинный, звук, звук подлинный. Услышав сегодняшний звук, моя душа затрепетала. Я почувствовал, что я держу великое произведение. Осмысленное, опознанное, осознанное. Я думаю, вот такой уровень не может быть результатом случайности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok